В возможных последствиях этих санкций у нас есть возможность поговорить с замглавой администрации президента Украины Константином Елисеевым, он с нами на прямой связи. Константин, добрый вечер. Скажите, каких результатов Украина ждет после очередного слота санкций против России? Доброго вечера. Мы считаем, что на решении святого сообщества брало правильный шлях, шлях использования инструмента санкций. Мы ожидаем, что позиция американской стороны будет поддержана с боку Европейского Союза и санкции должны быть синхронизированы между американскими и европейскими. Плюс мы ожидаем, что европейская сторона и американская сторона, перед всем, запроводят санкции против тех компаний и бизнесменов российских, которые причетны к построению, например, газоводства «Певнічный поток-2». Что касается Украины, то президент Украины недавно дал доручение с тем, чтобы Рада национальной безопасности и обороны Украины в координации с соответственными министерствами и ведомствами МЗС и СБУ подготавливали пропозиции о санкциях относительно российских олигархов на кшталт тех, которые запроводила американская сторона. Отже, фронт поддержки Украины, фронт против российской агрессии будет усиливаться. – Константин, раз Вы уже вспомнили относительно Северного потока, президент был на этой неделе в Германии, он общался с Ангелой Меркель. Расскажите, какие перспективы относительно строительства Северного потока-2, чего нам ждать? Есть ли шанс, что они притормозятся в ближайшее время? – Ну, по-перше, я хотел бы выяснить, что это был знаковый визит президента до Берлина. Президент наш был одним из первых святовых лидеров, который отвидал Берлин после формования нового уряда. И, конечно, произошел очень доверный, детальный диалог с всему комплексу вопросов, в том числе и о проблематике Северного потока-2. Я хотел бы сказать, что произошла такая аргументованная и очень интересная дискуссия, в которой президент выкладывал несколько дополнительных аргументов против строительства этого газовода. И домовлено продолжать этот диалог. И предметно, что канцлер Немеччины достаточно с интересностью поставился до окремих аргументов, в частности, что касается его политической недоценности. А также мы предложили альтернативу. Альтернатива поляга как раз в дальнейшем использовании транзитных потужностей, именно через украинскую территорию. И очень важно, что произошла разговора и о ситуации на Донбассе. И, в частности, шлося и как про посиление санкций, шлося про миротворчую операцию на Донбассе. И, конечно, про продолжение решения гуманитарных проблем на Донбассе, в частности, что касается избирания украинских заручников, которые сейчас перебиваются на оккупированной территории, а также освобождение украинских политвязнений. Из всех вопросов президент получил полную поддержку с боку канцлера. И последний вопрос. У нас есть информация относительно того, что Порошенко будет встречаться с Терезой Мэй. Когда эта встреча запланирована и какова тема этого общения? Какие главные вопросы будут подняты? Ну, по-перше, ближчим часом, действительно, у президента будет несколько важных контактов. Вы уже знаете, что ближчим часом будет происходить тристоронний саммит. Украина, Франция и Немеччина в городе Ахин. И вы также, у вас правильная информация, что буквально, я надеюсь, ближчими годинами будет происходить контакт президента Украины с премьер-министром Терезой Мэй. Адже нам, кроме обговорения вопроса посиления санкций против России и висловления солидарности с Британией, и, соответственно, солидарность Британии с украинским народом, будет также обговорено вопроса подальшего посиления спецпрацией в инвестиционной, двусторонней галузе, в экономичной. И я думаю, что также британская сторона зацикавлена в том, чтобы помогать нам с точки зрения надания и оборонной оружии. Спасибо. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев был с нами на прямой связи.